Представляю вам автоматизированную рекламную систему Seapult. Это личный помощник для всех, кому требуется проводить рекламные кампании и анализировать поисковое продвижение. Неважно инфосайт у вас или магазин, Seapult предоставит весь пакет необходимых инструментов для проведения анализа и запуска эффективной рекламной кампании в автоматическом режиме. Справится даже новичок. Seapult – эффективный инструмент для бизнеса и профессионалов. Всем привет! Вы смотрите канал Финты Вордпресса. Сегодня я вам покажу готовое решение, правда платное, для подготовки вашего сайта к 152 ФЗ. Плагин так и называется Privasi Policy, то есть политика конфиденциальности, и я вам сейчас покажу, что он из себя представляет. Итак, плагин Privasi Policy – это разработка небезызвестных ВП-пазлов. Платное решение, но стоит он не сильно-то и дорого. На самом-то деле цена вопроса 700 рублей. Что он делает? Он ко всем вашим формам на сайте добавляет нужную вот эту галочку «Я принимаю условия соглашения, политика конфиденциальности» и так далее. Более того, SeapLagin поддерживает не только стандартную форму комментирования, но еще и такие штатные решения, как WooCommerce, Contact Form 7, Caldera Forms и так далее. Вот такие вот вещи. Ну давайте посмотрим, что он из себя представляет. В принципе, я вчера баловался с ним, но мне он понравился, прям такое прикольное решение. Так, смотрите, вот такая вот простая, в принципе, страничка такая для настроек. Есть у него страничка «Своя настроек». И смотрите, что здесь происходит. То есть первое – это лицензионный ключ, ну то есть для обновлений. А вот здесь вот как раз надо выбрать те страницы, которые, ну, отвечают за пользовательское соглашение и политику конфиденциальности. Прикольное решение, смотрите, какое удобное. Ну вот, нет у меня, например, подходящих страниц. Нажимаем BDINZ «Создать страницу пользовательского соглашения». Опа, смотрите, и страница появилась. «Создай страницу политика конфиденциальности». BDINZ – все появилось. Очень удобно. Еще если здесь посмотреть, то здесь эти страницы вроде появляются. Вот они, эти страницы. Более того, ребят, тут даже, я вот даже этого не видел, но, оказывается, я вот специально ради интереса проверил. В общем, здесь сразу страница создается с нужным текстом. Ну, это вообще просто находка, на мой взгляд. Не надо искать какие-то тексты, не надо. Просто нажали кнопку, и у вас создались нужные страницы. Вообще супер. Далее, смотрите, здесь еще есть такие штуки, как проверка форм и, ну, собственно, поставить чек в форме. Тоже такая удобная вещь, то есть сразу он автоматически будет ставить чек. Давайте сохраним и посмотрим просто, что у нас будет на страницах. Ну, вот у меня здесь стандартная вукомерсная тема Storefront. Ну, и вот такой вот чек вот здесь вот происходит, вот так вот ставится. Если я посмотрю сейчас то же самое, но, скажем так, не залогиненным, то выглядит это вот так вот. Ну, вот. Я принимаю пользовательское соглашение. В принципе, очень удобно, просто и незамысловато. Не надо париться с кодами и со всем остальным вместе. Есть еще настройка по установке флажка по умолчанию. Ну, вообще по правильному-то так делать нельзя. Ну, вот он, флажок появляется сразу установлен. Но, в данном случае, я думаю, это оправдано. Далее здесь есть текст, то есть можно этот текст менять как угодно. Здесь, опять же, да, здесь есть специальные такие теги, которыми можно обрамлять, ну, по-разному называть эти страницы и так далее. Далее, то есть, собственно, что мы и говорим. Плагин поддерживает вукомерс. Чтобы вот сейчас сразу покажу, включаем. Единственное, чтобы это дело работало необходимо. Ну, давайте просто пройдем на страницу оформления заказа. Вот она, эта штука. То есть, должен быть включен чек. И вот здесь, рядом еще появляется вот такая вот вещь. Ну, там просто на экшен вешается такая штука. Но, в принципе, вот оно все работает. Бамс, я могу перейти на эти страницы. Теперь, как это выглядит, собственно, в CF-7. Ну, в CF-7 это выглядит примерно так же. Итак, вот, смотрите, у меня есть форма какая-то, форма заявки. Форма, ну, как обычно, шорткодом размещается на странице. Тут нам не важно. И если я включаю в форме, в настройках, вот здесь вот, показывать флажок соглашения плагина Contact Form, нажимаем сохранить. Тыдэнс! Смотрите, как круто. Сразу автоматически появляется. Ну, в принципе, так же он работает в Caldera Forms. Я проверял, а вроде нормально, так же появляется. Единственное, здесь заявлено еще, что VP Forms, Ninja Forms. Ну, тут надо еще, наверное, Gravity Forms до кучи. То есть, чтобы все плагины поддерживал. Ну, то есть, ну, нормальное такое, простое решение для того, чтобы сайт соответствовал 152-му закону. Отличное решение. То есть, мало того, что вы просто по клику создаете нужные страницы, вы их так же по клику или по флажку устанавливаете. Нужен вам флажок поставили, а не нужен, не поставили. У вас в WooCommerce, вот, пожалуйста, флажок. У вас Contact Form, вот, пожалуйста. В общем, на мой взгляд, отличное решение. Ну, и недорогое. Что там получается? Чуть больше 10 долларов. Ну, это даже не смешно, ребят. Вот такое вот отличное решение для тех, кому нужно быстро развернуть и подготовить сайт под 152-ое ФЗ. Ну, и не то, как это, кстати, общеевропейские требования. Все эти флажочки, хренажочки и так далее. Вот такой вот интересный плагин. А самое главное, не сильно и дорогой. На этом сегодня все. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Ссылочка на этот плагин и на описание к этому плагину будет под видео, как обычно. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok